В настоящее время добыча легкой сырой нефти становится все сложнее и на ее смену приходит тяжелая нефть. Она плотная, высоковязкая и это создает проблемы в ее извлечении. Ученые приоритетного направления эко-нефть Казанского федерального университета разработали катализатор на основе меди, который поможет справиться с непростой задачей. Новый реагент поможет повысить потенциал процесса переработки нефти на месте. Катализатор для внутрепластовой переработки, который мы предложили, обладает рядом существенных достатков. Основные из них это легкая растворимость в нефти, когда он находится уже в товарной форме. Далее он обладает более высокой каталитической активностью, а также очень прост в изготовлении и является дешевым. Катализатор на основе стеората меди уже проходит апробацию на некоторых месторождениях Республики Татарстан. Отметим, что исследование получило грантовую поддержку Российского научного фонда. Первоначальный план исследований, то есть когда мы только начинали этим заниматься, мы самостоятельно это все развивали. Далее мы получили поддержку Российского научного фонда, то есть у нас было как минимум уже два проекта. Один мы завершили с успехом, второй сейчас находится в апробации. Дополнительно, конечно, к тому, что мы изучаем, мы пытаемся понять, то есть насколько добавление катализаторов будет смещать определенный температурный интервал реакции, как будет влиять на начало окисления. Используем вариативные методы, дорогое оборудование для термического анализа, прецизионное, очень точное. Использование разработки ученых Казанского федерального университета поможет решить актуальную проблему в нефтяной промышленности, поскольку легкая нефть быстро истощается и необходимость в извлечении тяжелой нефти остается высокой. Тяжелая остается под землей, ее не выкачать ничего, то есть с традиционными технологиями нефти, с ней ничего не сделать, поэтому используется технология внутрипластового горения. Но в данном случае мы ее как бы модифицируем. То есть модифицируем технологию внутрипластовой переработки для того, чтобы сделать ее более эффективной, более стабильной и более плавной. Подробности исследования были опубликованы в журнале Energy. Диана Жилинкова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс.